Мои прекрасные зрители, наше вам одесское здрасте из Закарпатья. И мы продолжаем наши закарпатские хроники. Кто помнит, мы здесь неделю назад приобрели домик. И вот уже неделю или чуть больше дней, 8, как мы тут благоустраиваемся и налаживаем свою новую жизнь в закарпатском селе. А это вид с нашего участка, с моего необъятного огорода. Как я уже говорила, дом нам достался с ремонтом. И сколько здесь ни копаюсь, никакой аутентики нам найти не удалось. Кроме, разве что, вот этой старой кованой кочерги дедовской, вот такой, и какой-то такой непонятной железяки. Какой-то инструмент, видимо. Ну и еще вот грабли. Грабли прямо такие. Мне очень нравятся. Вот еще пара старых покосившихся табуреток, если это можно назвать раритетом. Давайте их так назовем. И даже в старом свинарнике все вычищено подчистую. Но мы сегодня попробуем залезть на чердак. Возможно, туда еще не доходила рука, нога строителей, которые тут все выграбли перед нами. А в свинарнике под навесом у меня пока сушатся гиацинты и тюльпаны. Представляете, у нас еще одна нашлась автентичная, кто кажется, зараз речь. Вот целость такая дробына. Она сделана, эта лестница, без единого гвоздя. И, видимо, ей так долго пользовались, потому что она такая отполированная. Смотрите, как у нее вбита сюда каждая вот эта перекладина. И она формы такой, как качалочка. Выточенная, да, Юра, правильно сказать? Как веретено такой формы. И вбита вот прямо в боковинки вот эти. И вот вставлена, да. И вот тут вот тоже так интересно сделана вершина. В общем, сейчас Юра собирается на этой местной лестнице лезть на чердак. Я ему говорю, Юра, может, не надо? Меньше знаешь, крепче спишь, неизвестно какие-то там еще сюрпризы откроешь для себя. А он говорит, надо, Федя, надо. Помещается хоть? Ну, давай. Удачи тебе. Хоть она не поползет здесь. Да, одень кепку. Там, наверное, мусорно. Та-да-да-дам. Ну, что там, Юра, на первый взгляд? Короче, хз. Надо лезть дальше. Ушел. В неизвестность. Вот это да! Я ж не достану его сейчас. Какая прелесть! Какая она гадостная, грязная. Еще один. Еще один класс. Офигительная крынка. Там никто не живет случайно. Вот это находки. Боже, сколько же там оно лет простояло. Аделя, не бойся. Это автентика. Не залазь сейчас, как там кто-то схватит тебя за нос. Вон сколько там паутины. Вон, отойди, да, я хоть рассмотрю сама. Да, такие классные, классные горшки. Скажите, я же тоже хочу залезть. Попробую. Опа-на, что тут такое? О, а вот и труба, которую мы искали. А вон там еще одна точно. О, ну темновато. Попробую включить тут. Так, посмотрим это в свете фонаря. Далеко я углубляться не буду. Юра сказал, что здесь все сухо. Вчера очень сильный дождь шел. Целый день. Тут какие-то есть интересные штуки. Деревянные. Но все это в пылище. Что-то такое интересное. Все это в пылище, в грязище. И чтобы это все разобрать, надо, конечно же, специальный какой-то день. Вообще не хочу сюда. Только так вот из люка этого посмотрю. Надюка с люка, да. Какие-то бутылки целая куча. Что ж так плохо-то видно? Какие-то баночки. Вы знаете, добра, по-моему, такого больше нету. Вот как сразу на глаза попались в виде этих глетчиков, глетчиков глиняных. Разбирать тут и разбирать. Хлама, конечно, полно. Крыша просвечивает насквозь. Просвечивает и просвечивает, но, как ни странно, не протекает. Потому что черепица так уложена, как чешуя. Да. Вот зачем можно было хранить вот эти вот бутылки, вот эти вот баночки майонезные, которые уже покрыты такой многолетней пылью и паутиной. Всё. Осмотр закончен. Всем спасибо. Все свободно. Я пошла вниз. Дымоходная труба. Она нам нужна будет, потому что, возможно, мы поставим себе каминчик. Меня всё-таки очень заинтересовали вот эти вот две штукенции. Какие-то как будто бы шестерни деревянные. И они разного диаметра. Тут такие редкие эти зубья. а тут их больше. И вот эта вот штука, наверное, она деталь вот с этими вместе шерстернями. Вот там ещё какие-то детали. Короче говоря, выбираем день специальный для этого. А сейчас просто полюбопытствовать залезли. О, вот так вот я выключила фонарь. И оно просто сейчас всё видно так, как я его вижу. А зачем вот эта штука подвешенная? Палка такая подвешенная на верёвках. И вот там ещё одна есть, и ещё одна есть. Я думаю, на ней что-то сушить, да? Что-то сушить на ней, да. Шайка металлическая. Банок целая куча. Вот нафигище вот эти бутылки, эти банки. Просто бутылки. Там какие-то пару ящиков есть. Там какие-то есть ещё большие кастрюли. Ну и всё. Полезла я вниз. Ну что, попробую немножко отмыть вот это добро. Слушайте, прям какое-то магическое превращение из старого грязного заросшего паутины кувшина в красивую антикварную вещь. Второй, по-моему, не настолько эффектный. Но сейчас смоем вот это всё и тоже посмотрим. да, на нём есть какой-то рисунок. Всё, отмыла я свои игрушки. Глэйчики просто красавцы. Они в отличном состоянии. Особенно вот этот мне нравится. Такая у него красивая раскраска. Цвет тут ни сколов, ни трещин, ничего нет. Форма. Замечательная форма. Этот, конечно, был покрыт в своё время эмалью, глазурью. И глазурь попортилась. Но это не страшно. У меня на него есть свои планы. Возможно, я его изменю немножко. А вот этот мне просто очень нравится. Вот такой, как он есть. И это, скорее всего, ручная работа. Этот был покрыт рисунком. Рисунок стёрся, попортился немножко. И такой получился сглаженный, приглушённый, нечёткий, винтажный. Возможно, я его изменю. Я знаю прекрасную технику, как делать стильные вещи из таких вот горшков. Но вот этот мне нравится в том виде и цвете, как он есть. Особенно форма. Эти две ручки, это просто роскошиство какое-то. Вот сейчас думаю, оставить их здесь или забрать домой. Или оставить таки здесь для аутентики. А может забрать домой. И я сейчас сюда ещё налью воды и проверю, не протекают ли. А вообще замечательный. Замечательный. Небольшой улов чердачный, но зато такие классные вещички. Пусть пока постоят с водой, для глины это полезно. Ну а те интересные таинственные деревянные детали, которые мы видели на чердаке, мы их подробнее разберём и рассмотрим позже, когда будет больше свободного времени.